Добрый день! Меня зовут Дмитрий Таран. Я автор и ведущий программы «Информационная война», а в прошлом, с 2006 по 2010 год, я исполнял обязанности генерального директора Ялтинской киностудии. Мы решили в Крыму 2016 год, который, как известно, объявлен Годом кино, ознаменовать тем, что на территории города Симферополя мы формируем, создаем предприятие, которое мы решили назвать Крымская киностудия детских и юношеских фильмов с достаточно светлым солнечным названием «Ласточкино». В этом слове есть слово «кино». Главная миссия, цель этого предприятия заключается в том, чтобы возродить традиции Александра Алексеевича Ходжонкова. Эти традиции заключались в том, что когда в марте 1917 года он вместе со своей компанией Ходжонков и Ка переехал в Ялту и создал здесь предприятие, которое стало предтечей, прообразом Ялтинской киностудии, он в Крыму создал замкнутый цикл производства. Все фильмы, которые снимал Евгений Бауэр, «Король Парижа», фильмы других режиссеров, они создавались от сценария до самого проката. Александр Алексеевич Ходжонков имел право, дарованное ему императорским домом, на прокат своих фильмов на территории Российской империи. И вот этот замкнутый цикл, который после национализации, после прихода советской власти, в общем-то, был по понятным причинам экономически оправданным, он был нарушен. То есть Крым стал южной производственной базой с натурными площадками, с людьми, занимающимися сервисом. Свет, костюмы, реквизит, подводные съемки, бассейн, администраторы, актеры массовых сцен. Но режиссеры, сценаристы, вторые режиссеры, операторы, постановщики, то есть ключевые люди, договора с которыми, собственно говоря, являются правами на балансе компании-правообладателя. Вот эти люди все были с материка. И вот для того, чтобы возродить кинематограф как отрасль экономики в Республике Крым, для того, чтобы возродить традицию Александра Алексеевича Ханжонкова, мы решили создать киностудию, которая будет не только обслуживать картины, приезжающие в Крым, но также генерировать свои истории для всей России. Это очень важный принципиальный момент. Поскольку Крымская весна явилась глотком воздуха, явилась фабрикой смыслов для всего русского народа, для всей русской цивилизации, нам кажется, что эту традицию нужно продолжать. Нужно предложить рынку некоторые типы историй, которые на кинофише отсутствуют напрочь. В итоге люди обращают внимание на то, что современный кинематограф, глобальный кинематограф, имеет тенденцию к чернухе, имеет тенденцию к депресснику, имеет тенденцию к скрытому, неявному прославлению нетрадиционных ценностей, которые не свойственны нашему обществу. Это на самом деле очень большая проблема, потому что наши дети, какой бы гриф, какая бы категория у фильма ни была, он все равно появляется в интернете, и все равно дети ВКонтакте или в других ресурсах его пересматривают. И это закладывает модели поведения, противоречащие нашей культуре. Исходя из этого, мы понимаем задачу таким образом, чтобы здесь, в Крыму, на базе киностудий детских и юношеских фильмов, генерировать истории, рассказывать человеческие истории, особенно истории, где главные герои в возрасте от 12, да может даже и от 10 до 15, 16, 17 лет. Это как раз те истории, которые напрочь отсутствуют на киноафише. И которые, ну, фактически в этой области произошел перехват управления из-за рубежа. Наши дети смотрят фильмы, произведенные не у нас. Наши дети усваивают модели поведения, пропагандируемые из-за рубежа. С этим нужно что-то делать. И вот поэтому наша киностудия, Крымская киностудия детских и юношеских фильмов, приняла стратегическое решение о создании сценарных курсов на территории республики, ну, в частности, в городе Симферополе и в городе Севастополе, для того, чтобы подготовить кадровый корпус рассказчиков человеческих историй, могущих состязаться с западным контентом. Многим людям не нравится слово «контент». Это совокупность фильмов, которые потребляет наша аудитория, которые смогут состязаться с западной совокупностью фильмов и предложить свои истории, которые, может быть, не будут стоить таких колоссальных денег, несколько десятков миллионов, но которые будут смотрибельны, обсуждаемы, запоминаемы, будут иметь светлое послевкусие и смогут показать нашу культуру как совокупность поведенческих реакций, как человеку вести себя в разных ситуациях. Мы на самом деле профессиональные кинематографисты, которые занимаемся этой профессией уже несколько десятков лет, мы прекрасно понимаем четкую грань между теми сценариями, которые мы хотим предложить рынку, и теми сценариями, которым учат в существующих сценарных школах. Некоторые учителя, педагоги сценарного ремесла говорят некоторые вещи, например, такого порядка, что поскольку реальная жизнь лишена смысла, то, соответственно, сценарий не должен иметь какого-то четко сформулированной подачи, связанной с воспитанием, как это называют они, с нравоучениями. Мы тоже не собираемся в лоб, в тупую заниматься нравоучениями. Мы хотим показать героя нашего времени в возрасте 15 лет, плюс-минус, который предлагает модель поведения, который может стать героем нашего времени не только в нашем сознании, но и в сознании всех детей, которые этот фильм посмотрят. И с этой точки зрения нужно рассказывать современные истории сегодняшнего дня. Советский кинематограф сделал очень многое в этом смысле для своих поколений. Но поскольку изменилось все, изменилась скорость речи, изменилась скорость принятия решений, появился интернет, появились гаджеты, появились другие программные, такие, знаете, поведенческие реакции и стереотипы, нам нужно, традиции советского кинематографа, поддержать в наш период ответственности. А наш период ответственности – это сегодня и сейчас. Именно поэтому мы приглашаем на наши сценарные курсы не только всех крымчан, которые интересуются этим видом деятельности. Мы хотим создать из сценарного кластера нашего крымского замкнутого цикла производства доходный, рентабельный бизнес, который на самом деле только давай. Нам нужны светлые человеческие истории, обращенные к молодежи. Мы приглашаем крымчан на эти курсы сценарного мастерства. Мы приглашаем людей, которым наши цели и задачи кажутся логичными, сонаправленными. И эти люди разделяют наши взгляды на кино. Тоже присоединиться. Мы будем производить видео-уроки длительностью до 30 минут, где мы будем на примерах существующих фильмов с полным разбором режиссерских экспликаций, со структурой каждой киноистории подробно разбирать, как писать эффективные сценарии, которые смотрятся как на одном дыхании, когда зрители забывают даже о своих паспортных данных. Они погружаются в эту историю и выходят с шикарным послевкусием, которые заставляют и смеяться, и плакать, и вдохновляют для того, чтобы жить на этом свете, рожать детей и воспитывать этих детей человеческим типом психики. Спасибо за внимание.